Традиционно начинаем мы наш субботний выпуск с Восполнение пробелов в информационном пространстве Я говорю именно о том, о чем никогда не будет говорить и рассказывать БСТ На минувшей неделе природоохранная прокуратура вынесла предостережение Министру экологии за срыв сроков исполнения госконтрактов по национальному проекту экология Речь идет о том, что природоохранное ведомство Республики Башкортостан Заключив государственные контракты с определенными компаниями и фирмами На ликвидацию свалок и мусорных полигонов в Благовещенске, Довлеканово и Кумертау Не контролируют ход исполнения этих контрактов Не добиваются от подрядчиков соблюдения сроков И судя по всему эти сроки не будут выполнены Прокурорское реагирование, а именно вот это предупреждение Это только первый шаг В дальнейшем, если контракты не будут выполнены по факту Судя по всему, должна наступить более суровая ответственность Хотя, конечно, по последним временам неисполнение государственных контрактов Уже давно не считается тяжелым грехом Также БСТ не расскажет вам о том, что, судя по всему, мы прощаемся с завиральной идеей Сидякина Хабирова построить вот эту беломраморную юрту на берегу Рыки Белый Речь идет о той самой изначально Евразийской библиотеке Потом о каком-то странном проекте ДНК Башкортостан Дворец науки и культуры В общем, не появилось никакой ясности с финансированием Из Москвы сказали, категорическое нет И тем он закрываем, сворачиваем и забываем Будет любопытно понаблюдать, каким образом это будут объяснять наши чиновники И будут ли они делать это вообще Также БСТ ни за что на свете не расскажет вам о том Что в микрорайоне Северный в городе Благовещенске так и не появилась вода Речь идет о том, что еще в далеком 2019 году Хабиров лично приезжал в этот микрорайон Благовещенске Пообещал провести воду, выделить деньги Деньги, кстати говоря, были выделены И, кстати говоря, были освоены Но воды так до сих пор толком и нет Вот об этом, конечно, вам не расскажет БСТ А еще БСТ вам не расскажет о том О чем рассказал мне Вадим из Ермикеевского района Я фамилию, пожалуй, что называть не буду Она есть в нашей почте Так вот, Вадим нам рассказал очень интересную вещь Про Ермикеевский район и конкретно про село Елань-Чешма Пишет нам Вадим буквально следующее Я зачитаю Неужели снова повторится сценарий 2000 года Когда заложили фундамент школы и на этом все Конец цитаты Любопытно, что Вадим и жители этого села Обратились и в Минстрой Откуда им ответили, что стройка идет Стройка идет и все вы врете То есть жители вот этого замечательного села Должны просто либо обратиться к офтальмологу И выяснить, что у них со зрением Либо перестать верить Минструю Республики Башкортостан Вот, доводим до вашего сведения, дорогой Радий Фаритович, и Минстрой Нифига там в Елань-Чешме не строится Стройка стоит, раствора нет В Башкирии продолжилась серия смертоносных и кровавых ДТП Не может ни Хабиров, ни его команда остановить эту тенденцию На минувшей неделе в Уфе, в Черниковке Автобус сбил ребенка В результате перелом позвоночника и сотрясение мозга В Зеленой Роще, в той же Уфе Мать с ребенком насмерть задавили на перекрестке около президента отеля На трассе Уфа-Стерлитамак Форд Транзит столкнулся с двумя иномарками Трое пострадавших, слава богу, никто не погиб В определенном смысле какое-то фантасмагорическое ДТП Произошло на трассе Акьяр-Сибай Где газель, набитая местными чиновниками Из Хайболинской районной администрации Влетело в яму И в результате этого всего Есть трое пострадавших Кстати говоря, чиновники ехали На духоподъемный концерт В честь специальной военной операции на Украине Вот все это вместе, если вот рассмотреть последнюю историю Это просто вот как бы буквально застывшая картинка нашей современности Да, чиновники в газели врезаются в яму, которую сами же не доделали В общем, конечно, ну, смеяться над этим нельзя Трое пострадавших, но тем не менее Хабиров в отчаянии ищет виноватых Он уже перестал искать рецепты того, как исправить эту ситуацию Судя по всему, отказался от идеи рыть землю, как он нам обещал После вот этой трагедии с четырьмя девушками И решил поискать виноватых На минувшей неделе по поводу транспорта Хабиров заявил буквально следующее Цитирую дословно Положение с транспортом Было настоящим преступлением Результатом сговора Руководства ГИБДД, муниципалитетов И частных перевозчиков Конец цитаты Ну, Радий Фаридович, тут же совсем Какое-то отчаяние проглядывается Ну, вы же все-таки немного юрист, хоть и международный И должны понимать, что обвинение в преступлении Без должных доказательств Это уже клевета Я бы на месте Динара Загидовича Гельмуддинова Оскорбился, а может быть даже и сходил в суд Написал заявление Как-никак он теперь депутат Государственной Думы И выслушивать вот такие прямые оскорбления и обвинения В преступлениях, как их называют Хабиров Наверное, как-то не очень здорово Действительно, тут уже Хабиров перешел Все границы Чувствуется, что он в отчаянии И не понимает, что ему нужно делать с этой ситуацией С травматизмом и смертностью на дорогах Но это не повод, чтобы выдвигать Вот подобные оскорбительные предположения В свою очередь Прокуратура Республики Башкортостан Тоже решила не оставаться в стороне От вот этой вот ситуации со смертностью на дорогах И объявила план своих действий В частности, прокуратура планирует Проверить все автошколы На предмет качества обучения И проверить всех автоперевозчиков На предмет наличия всех документов Разрешительной документации Это, конечно, здорово И вреда, наверное, от этих проверок точно не будет Но я бы на месте прокуратуры Сфокусировал внимание на качестве дорожного полотна И на ответственности администрации И должностных лиц За вот это качество дорожного полотна История с газелью Которая ехала из Акьяров в Сибай И везла чиновников Которая разбилась на собственной дороге По вине состояния дорожного покрытия По-моему, ярко иллюстрирует Необходимость проверки Именно состояния дорожного полотна После почти двухгодичного забвения И дальнейшего обновления состава Хабиров реанимировал И вытащил на поверхность Совет по правам человека Ну, тоже я отношу это К какой-то акции отчаяния Потому что два года ему это СПЧ нафиг не нужно было И вдруг, значит, понадобились услуги Предварительно Хабиров Обновив состав СПЧ Выгнал оттуда Хоть сколько-нибудь недовольных И несогласных Выгнал всех, кто имел собственное мнение Или вообще какую-то самостоятельность Оставил людей абсолютно лояльных И подчиненных На минувшей неделе Собрал он всю эту, значит, шатию-братью И зачитал им задачи Которые он перед ними ставит Вот ни больше, ни меньше Совет по правам человека В общем-то не должен заниматься Правами человека А должен заниматься Борьбой с фейками В информационном пространстве Работой с дольщиками И подготовкой к выборам 23-24 года Вот, собственно, три задачи Которые Хабиров обозначил Совету по правам человека И ни о каких правах человека В этом списке, собственно, речь не идет Хабиров Хабиров грозно напомнил Что с террористами Он переговоров не ведет В этот момент на небесах гулка Расхохоталась Голдемейр Бывшая премьер-министр Израиля И, собственно, она изобрела эту фразу Про неборьбу с террористами И Хабиров, судя по всему Возомнил себя премьер-министром Израиля Конечно же, Хабиров имел в виду Что не станет налаживать отношения Со СМИ, блогерами И прочими источниками информации Которые хоть сколько-нибудь Не согласны с ним Которые перед ним не присмыкаются И не кормятся с его рук Вот об этом шла речь, конечно же Ну, как говорится, была бы честь предложена Не менее грозно Хабиров на этом же заседании заявил Что за оставшиеся 17 месяцев До конца 23-го года Он решит проблему обманутых дольщиков Ну, я вас умоляю Самые простые проблемы обманутых дольщиков Решались у Ради Фаридовича 3 года Ну, то есть Несложно умножить и понять Что 3 года это 36 месяцев А за 17 месяцев он решит Самые застарелые, самые сложные объекты Долевого строительства, на которых есть проблемы Ну, я вас умоляю, Ради Фаридович Пожалуй, что это нереально вообще Тем не менее, он подключил к этой истории Всю ту же самую Зульфию Гайсину Мы провели опрос на нашем телеграм-канале Которому, кстати, очень рекомендуем вам всем подключиться И этот опрос показал, что только 6% опрошенных А это свыше 700 человек Так вот, 6% считают, что решение подключить Зульфию Гайсину правильное Зульфию Гайсину уже однажды просили Не допускать к работе с дольщиками Например, на объекте Зеленый берег Сейчас она пытается работать с дольщиками Дуслык-Строй О чем мы поговорим ниже И, по-моему, тоже пайщики Дуслык-Строй Обратятся к Хабирову, чтобы Гайсину убрали из этого процесса О выборах Хабиров говорил категорично на этом заседании СПЧ Никакой конкурентности и никакой транспарентности нам ожидать не приходится Хабиров гневно отверг предложение члена СПЧ Флюра Нурлагаянова Ввести состав избирательных комиссий членов непарламентских партий Собственно, этим сказано все Вот именно так будут проходить выборы 23-24 года Они будут абсолютно стерильные Они будут абсолютно предсказуемые И тут никаких сюрпризов нас не ожидает Хабиров путанно объяснил, что власти для того, чтобы Быть устойчивой, нужно быть уверенной в том, что никто не критикует Что выборы прошли неправильно Ну вот такая вот у него логика Просто никто не должен критиковать А для этого надо никого не допускать До выборов, до наблюдений на выборах и так далее И тогда все будет ровненько, чистенько и гладенько Прямо как в Советском Союзе Ну, в общем, конечно, тут Радий Фаридович запутался Завершилось заседание СПЧ почти скандалом Член СПЧ, Ильдар Исангулов Только было собрался зачитать и передать Хабирову Обращение членов СПЧ первого и второго состава О назначении, с просьбой о назначении Общественному полномоченным по делам детей-сирот Альмирой Жуковой Но Гайсина прервала Исангуловой И не дала ему это сделать То есть письмо не было зачитано Не было передано Хабирову Гайсина вот просто как модератор этого заседания Как председатель СПЧ Просто не дала Исангулову высказаться Письмо подписано двенадцатими Членами первого и второго состава СПЧ Это Абасов, Лаврентьев, Исангулов, Галин, Барабаш, Жданов Кобзев, Валиев, Тухватулин, Зайнулин, Самойлин И Дусали Не подписали это письмо Только, собственно, Гайсина и Маулимшина Примкнувшие к ней Мы публикуем это письмо С позволения подписавших И, собственно, таким образом Передаем его все равно Хабирову Суть, собственно, этого письма в том Что Альмира Жукова Которой, собственно, все мы относимся по-разному И я в том числе Не завершила процесс работы над проектом С детьми-сиротами И вот эти подписавшиеся Просят Хабирова Не включить Альмиру Жукову в состав СПЧ Не об этом идет речь А просто дать ей возможность Завершить этот проект с детьми-сиротами Абсолютно богоугодное дело Гайсина только, на мой взгляд Исключительно из соображения какой-то мелкой мести Решила не допустить вот этого процесса И не дать передать это письмо Хабирову Ну, честное слово, это смешно В нынешней ситуации Так что, Радий Фаридович, мы восполняем пробел И передаем вам это письмо Если хотите, мы можем вам по электронной почте прислать Ну и сегодня мы его тоже публикуем Сегодня идет Десятый день голодовки пайщиков Объекта Дуслык-Строй Одна из голодающих вчера Была госпитализирована в больницу По состоянию здоровья К голодающим примкнул Участник голодовки, который Находится на четвертой стадии Ракового заболевания Но дольщики намерены голодать бессрочно Как они сейчас заявляют И ждут решения проблемы И в частности совещание Хабирова Которое произойдет между Хабировым И Тимофеевым А это исполнительный директор фонда Дом.РФ Десятого августа На это совещание Дом.РФ Приглашает и представителей пайщиков Дуслык-Строй Которые настроены категорически И, в общем-то, на этом совещании Видимо, будет тяжелый разговор С Радиом Фаридовичем О том, до чего он довел ситуацию В республике в части достраивания проблемных объектов На минувшей неделе Голодающие на объекте Дуслык-Строй Пресекли странную попытку разобрать И умыкнуть часть кирпичной стены Ну, есть предположение о том Что кто-то там с кем-то рассчитывает С этими кирпичами Ну, в общем, однозначно можно констатировать То, что застройщик Не обеспечивает сохранность объекта Была вызвана полиция Написано заявление Надеюсь, что эти случаи прекратятся А еще на минувшей неделе Дольщики Менделеевского треугольника Одновременно Как бы получили ключи От некоторых литеров своего объекта А также выразили вообще недоумение Тем, в каком виде В кавычках беру это слово Сдали дом Видимо, в отсутствии реального решения И реальных результатов В борьбе с проблемами Обманутых дольщиков Господин Ковшов пошел уже путем Господина Булышева То есть он применяет новую формулу Сдал и точка Ну, то есть В каком состоянии дом, неважно Что там, как, неважно Дольщики прошлись по этим квартирам И даже поднялись на крышу Ну, там какой-то ужас Там из пола торчит 20-сантиметровая арматура Окна сикость-накость Двери не закрываются Некоторые не открываются Крыша вообще вызывает Огромные вопросы и сомнения Потому что Дольщики предполагают Что с наступлением Мокрого периода года Там у них потечет так Что до первого этажа В общем, на самом деле Дом, конечно, не готов Как уж там договорились Как документы подписали Ну, суть по всему Вот только что с данного Беру это слово в кавычки Дома возникает масса проблем И, судя по всему Нужно проводить экспертизу Стало известно Что суд над Юрием Шевчуком Состоится в 11 часов утра 5 августа В советском районном суде Города Уфы Вероятнее всего Это будет проспект Октября 12 Но, возможно, что Назначат заседание И на Большой гражданской 24 Там тоже есть Небольшое помещение суда Надо заранее уточнить Судьей станет Егорова Юлия Сергеевна Я покопался в ее биографии Кто она такая Что, откуда взялась Юлия Сергеевна Это самый молодой И самый неопытный Судья Советского суда Судьей она была Назначена только В марте этого года Номер дела По Шевчуку 5-83 Дробь 2022 Можете по сайту Посмотреть Адвокатом будет Передруг Александр Собственно Поклонники Могут абсолютно Законно прийти На заседание суда Оно открыто Оно не закрыто И поддержать Юру-музыканта Ровно настолько Насколько они считают Это необходимым Поклонников Юрия Шевчука В Уфе В Башкирии Пруд-пруди Он наш Действительно Один из любимейших Земляков И наверное Он заслужил Поддержку Которую мы могли бы Оказать ему Во время этого Судилища Отрадно понимать Что в целом Огромном Санкт-Петербурге Не нашлось Ни одного Судьи Который взялся Судить Юрия Шевчука Они понимают Что это настоящий Реальный Народный кумир И суд над ним Каким бы он ни был Будет черным пятном На их репутации Однако В Уфе Вот нашлась Вот эта Мадам Егорова Которая за это Дело взялась Ну собственно Она не очень уфимская Значит Она из города Октябрьского Совсем недавно Там была Мировым судьей И совершенно Очевидно для меня Что она настолько Как бы Подвластна Подотчетна И подавляема Местными властями Что ей конечно Не хватит Духу Не прекратить Это дело Не отказаться от него Не тем более Оправдать Юрия Шевчука Ну в общем Все теперь будет Зависеть от нас Насколько мы Решимся или не решимся Поддержать нашего кумира В эту трудную минуту Общеизвестно Что Хабиров Буквально одержим Благоустройством Городов и сел Также известно Что Это его мания Собственно Является основным Источником Благосостояния Для довольно Существенной части Его команды Это самое благоустройство Так массово И так дорого Обходится нам Что мы его можем найти Практически В любом Населенном пункте Республики Башкортостан Начиная со знаменитых Сереньких заборчиков Киреева С которыми Безуспешно Сражается Наш юный мэр Мавлиев И заканчивая Грандиозным парком Кашкадан Три года Команда Хабирова И он сам Осваивают Бюджеты Того самого Благоустройства И мы уже можем Оценить результаты Этого освоения Вот например Скейт парк В городе Благовещенск Прошел ровно год С того момента Когда он был Торжественно открыт И на данный момент Этот объект Представляет Реальную угрозу Для людей Торчащие Острые листы Металла Отовсюду Выпирающие Края Облезлая краска Вообще Жуткий абсолютно вид Очень простой вопрос Вот вы видите Это видео У меня очень простой вопрос Наверное как у каждого А можно спросить Сколько обошлось Вот это все А можно узнать Есть ли гарантийные сроки У этого всего А можно этих строителей Суда Чтобы задать им Эти вопросы Вот представьте Что мэру Благовещенко Кто-нибудь Вот так сделает Ремонт дома Что у него Полезут наружу гвозди Облезет краска И будет торчать Острое железо Повсюду Представляете Что случится Люди заново Все переделают А сейчас А здесь почему-то Нет Но судя по всему Не получится Спросить И за лиственницу В том самом Парке Кашкадан Про ту самую Лиственницу Которую мы там Не нашли Да и вообще За весь миллиард Который Хабиров Простодушно заплатил Жителям Предгории Арарата Спросить не получится Дело в том Что рабочие Компании Которые проводили Работы на Кашкадане Благополучно Отправляются Теперь трудиться На Донбасс А это как ни крути За границей Оттуда можно Спокойно вернуться К предгории Марарата Минуя Солнечный Башкортостан Ну Это при том Условие Что они там На Донбассе Живы останутся Но Хабиров С трогательной заботой Их всех проводил Пожал руки Похлопал по плечу Правда Видео было без звука И я надеюсь Что каждого Кого он Обнимал И ручкался С кем Он каждого Шепотом спрашивал Где лиственница Братья Ара Где лиственница Это конечно шутка Лиственницы Не было и не будет На Кашкадане Хотя было обещано 2200 квадратных метров Меня часто упрекают В том что В наших передачах Один негатив Никакого позитива Кстати говоря На минувшей неделе Ради Фаритович Потребовал Чтобы СМИ Башкирии Несли позитив Радости Веселья Но мы пожалуй Что останемся Неким противовесом И некой Сдерживающей силой Для этого Безумного фестиваля Радости Веселья И позитива Тем не менее У меня тоже есть Хорошие новости Вот Минувший вторник Была закрыта Улица Пугачева На ремонт На два года И был анонсирован Объезд Все конечно Напряглись Все кто ездит В том направлении Предположили Что это будет Какой-то адский ад Я проехал В минувшую среду По этому Объезду Могу доложить Объезд шикарный Сделано все правильно Есть пара мест Где чуть-чуть Есть сужение И они вызывают Опасения Что там могут быть Заторы Но если все правильно Регулировать И не допускать Как бы нештатных Заторов Там каких-то аварий И прочих вещей Все будет супер Реально пропускает Поток Реально можно объезжать Ну буквально Там может быть 5-7 минут Добавляется пути Так что вот Могут же Когда хотят Остается только вопрос Почему довольно-таки Короткий отрезок Дороги Улицы Пугачева Закрывают Аж на целых Два года Судя по всему Там идет какая-то Ну очень серьезная Реконструкция То есть видимо Будут менять еще И коммуникации Еще что-то Ну вот на два года Мы остаемся без этой улицы Завтра 31 июля У нас состоится Очередной 64 стрим Открытой политики Подключайтесь В 21.00 По нашему местному Уфимскому времени Вопросы Вы можете Прислать заранее В комментариях Вот под этим Нашим нынешним Сегодняшним видео Давайте пообщаемся И в чате Во время стрима Я готов отвечать На все вопросы Либо на заранее Присланные вопросы Также я напоминаю Что нужно ставить лайки Под всеми нашими видео Потому что это продвигает Видео И его могут увидеть Большое количество людей Мы очень благодарны Всем кто помогает Нашему каналу И перечисляет деньги На наш расчетный счет Который мы публикуем В каждом выпуске Это пока единственный способ Помогать нашему каналу Ну и напоминаю Про наш телеграм-канал Который растет Ширится И становится все более интересным Так что подписывайтесь Подключайте Участвуйте Там каждую неделю Новый опрос Можно выразить свое мнение И не оставаться в стороне Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok